Девушки отдыхают Киберспортивная лига объявляет о проведении отбора участников дивизиона БЭС А также мы ждем вас в нашей школе виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим стрельбу из МП-5 Counter-Strike 40 И конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами Virtus.pro и Forze на карте D-Train Киберспортивная лига объявляет о проведении отбора участников дивизиона БЭС Предстоящего чемпионата сезона 2007-2008 В отличие от дивизиона А, куда попадут 8 сильнейших команд из числа участников прошлого сезона Дивизион БЭС открыт для всех желающих команд На сайте www.rusfifa.ru в течение месяца прошло 3 онлайн-турнира по FIFA 2007 Целью которых было выявить 10 лучших игроков для проведения оффлайн-финала по FIFA 2007 Общее количество зарегистрированных игроков за 2 турнира составило более 200 человек Призовой фонд соревнований составил всего 10 тысяч рублей 10 лучших игроков будут разбиты на 2 группы, которые сразятся в суперфинале за первое место Проблема внедрения Counter-Strike Source в киберспорт решена В 2005 году на сайте WorldKiberGame был выложен список кибердисциплин, по которым будут проводиться соревнования SC1.6 был заменен на Source, что вызвало бурю эмоций геймеров во всем мире Дело в том, что физика игры Source кардинально отличается от 1.6 Но теперь проблема решена Скоро выходит патч CSP Remote, который сделает Source и 1.6 максимально схожими по физике В начале лета прошли российские отборочные соревнования ESWC Russia 2007 В дисциплине Counter-Strike первое место заняла команда Bagrip Gaming В дисциплине Warcraft SK Deadman В Quake Moose Cooler Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы рассмотрим стрельбу из MP5 в Counter-Strike Source Цена в 1500 долларов делает его превосходным выбором при трудностях с финансами Малый вес дает серьезное преимущество в скорости и маневренности Скорострельность чертовски высока А в сочетании с малой отдачей Делает MP5 эффективным в практически любой боевой ситуации MP5 также довольно тихо стреляет Что также можно использовать в качестве преимущества Но и у MP5 есть недостатки И самый серьезный из них Это низкий урон противнику Особенно противнику в бронежилете Скорострельность заставляет считать каждый выстрел При зарядке в полубоя Мы все знаем, что это такое Также не стоит увлекаться малой отдачей Стрельба в прыжке приведет к порче стен вокруг врага Но вряд ли повредит ему самому При игре с MP5 нужно Непрерывно двигаться Стрелять по 3-5 патронов Держаться укрытий Покупать гранаты Держаться с командой Целиться в грудь и голову И не забывать про пистолет Мы — виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись Смотрите далее Джойстик для настоящих любителей полетать При первом включении он может вас сильно напугать И, конечно же, вас ждет захватывающий бой между командами Virtus.pro и Forze на карте D-Train Беспроводная оптическая мышь PLEOMAX SCM9000 На самом деле корпорация Samsung Дизайн мыши классический Почти симметричная форма Разрешение — 1600 dpi Максимальная скорость перемещения — 28 дюймов на сантиметр Для связи мыши с базой-ресивером Применяется радиоканал с частотой 27 МГц В результате чего не стоит рассчитывать на сверхдальнобойность Цена мыши — около 1000 рублей Клавиатура Sven Office 7007 Несколько отличается по конструкции от большинства моделей Вместо привычных раскладывающихся ножек в задней части Предназначенных для регулирования угла наклона клавиатуры Производитель предпочел задать его жестко Минус очевиден, если вам данное положение неудобно Средняя розничная цена клавиатуры — 500 рублей Руль Dialog GW300 Street Race Winner 1 состоит из трех элементов Руль, педали и коробка передач с ручным тормозом Рулевая колонка имеет внизу большую платформу с четырьмя присосками Что позволяет надежно закрепить руль Можно менять его угол наклона КПП тоже крепится на присоски, но для агрессивных водителей предусмотрено крепление струбцины Трастмастер Top Gun Auto Burner Force Feedback — это джойстик для настоящих любителей полетать При первом включении он может вас сильно напугать, так как срабатывает функция автоматической калибровки Джойстик начинает активно крутить ручками Зато это сэкономит ваше время Дизайн джойстика на высшем уровне Форма рукоятки сделана так, что любой руке будет удобно А функция вибродачи придаст полету еще большую реалистичность Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня нам с вами предстоит увидеть очередной матч, прошедший в рамках кругового этапа Национальной профессиональной киберспортивной лиги сезона 2006-2007 Состав команды Virtus.pro Алексей Лекс Колесников — возраст 20 лет Иван Фин Качугов — возраст 23 года Виктор Салли Филимонченко — возраст 22 года Алексей Нелли Новиков — возраст 21 год Борис Снуп Подвальщиков — возраст 22 года Virtus.pro Команда не нуждается в особом представлении Игроки Virtus.pro уже не раз сумели зарекомендовать себя на мировой арене Как профессиональные опытные спортсмены За матчами этого клуба следят как в России, так и за рубежом И неудивительно, их игры действительно зрелищны Состав команды «Форзе» Алексей Хома Мироненко — возраст 17 лет Владимир Тарлунд Переволодский — возраст 22 года Кирилл Похмел Бобрик — возраст 19 лет Виктор Моск Москвин — возраст 22 года Павел Фунт Луканидин — возраст 20 лет Состав команды «Форзе» претерпел серьезные изменения во втором сезоне НПКЛ Менеджментом команды занялся небезызвестный Никита СМБ Бакарев После ряда перестановок из прежнего состава остался только «Моск» В этой игре столкнулись интересы двух топовых российских команд «Виртус Про» находится на одну строчку ниже «Форзе» в турнирной таблице Мы уже видели игру на карте «Дэдас 2» Сегодня мы разберем вторую карту этого напряженного матча Итак, карта «Дэтрейн» «Форзе» в роли догоняющих Выиграть у них уже не получится, но каждое очко необходимо для сохранения лидерства В первом раунде «Форзе» решили атаковать все вместе на бомб-плэнт-Б «Виртуса» в свою очередь Растянулись по всей карте, оставив на «Б» одного Виктора «Ф» и в помощь ему «Фина К» Тихо подойдя к выходу на бомб-плэнт «Форзе» разом побежали его занимать «Виктор» даже не успел перепрыгнуть на другой вагон и пал от пуль похмел Подоспевшего Ваню встречает Переволодский Недавая ему спрятаться за вагонами Тут же устанавливается бомба «Форзе» отходит в оборону Ждать подкрепления «Виртусов» На верхнем парапете происходит размен Борис убивает Луканидина Павла, но Хома не дает ему пройти дальше Второй размен происходит на нижнем парапете Алексей Иэн добивает Бобрика, но мозг все же не дает Лексу выйти на бомб-плэнт Оставляя Нелли одного против троих Хома не оставляет ему ни одного шанса и первый раунд уходит к «Форзам» Без проблем взяв последующие два раунда В четвертом «Форзы» наткнулись на слаженную оборону «Виртусов» при оружии Неспеша проходя на бомб-плэнт «Б» Луканидин неосторожно решил посмотреть выход на парапеты Его тут же убивает Виктор Ф из АВП Разделившись, «Форзы» вдвоем начали атаковать «Б», но «Бомба» и двое других остались на центре Хома решает действовать через улицу и спуститься поверх-вниз И убивает там и Йохана Сравнивая составы команд Бобрику же удается прорваться на бомб-плэнт Виктор промахивается несколько раз, что, конечно же, не в его пользу Бобрик его убивает Оставшись втроем, Лекс дожидается Хома, но убив его, не попадает в Бобрика Который вместе с Тарлундом зажимают Алексей и Борис Нелли же, оставшись один, не сразу заметил мозг на бомб-плэнте А и того уже 4-0 в пользу «Форзу» В шестом раунде «Форзы» решили действовать поинтересней Сначала сымитировали атаку на бомб-плэнт-А Под прикрытием Хомы, Тарлунд и Мозг вышли с зелени Борис П. успел убить Виктора, но Мироненко Оставляет Снупа лежать на центре и отходит обратно к своему респауну Это дает шанс Ване с Алексеем Н. остановить Тары на полпути Бобрик же, пользуясь случаем, ставит бомбу на Б, но Виктор суров И два раза одни и те же ошибки не совершает Минус похмел Тут же подоспевает подмога, и вдвоем Луканидин с Хомой Не смогли ничего противопоставить такому напору Ваня дефьюзит бомбу, делая счет 1-5 Кто следит за нашими репортажами, должен быть уже в курсе Что «Виртус Про» не те соперники, которые сразу сдаются Стоит дать им шанс, и они будут его использовать до конца В последующие 8 раундов «Форзы» не смогли ничего противопоставить обороне Точные выстрелы из АВП и своевременная помощь Далее «Виртусам» захватить лидерство Команды меняются сторонами И в свою первую атаку уже идут «Виртус Про» Интересен второй раунд глазами похмела Выбежав на центр и забравшись на вагон, он убивает Йохана из пистолета Подняв его калаш, Бобрик через верх-вниз идет в силу сопернику На «Б» он убивает Бориса Потом перестреливает Виктора Бомба работает против него, но еще есть живые соперники Убивает заходящего в спину Нелли И даже достает Лекса, но времени уже нет Бомба взрывается Принося третий раунд атаки И делая общий счет 11-6 в пользу «Виртусов» После такого почти «Форзы» так и не смогли найти свою нить игры И не спеша, но встречая жесткое сопротивление «Виртус Про» вырывает заветную победу А с ней и лидерство в турнирной таблице чемпионата Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И, конечно, самое интересное Новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Новые состязания между киберспортсменами 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 Новые состязания между киберспортсменами